Всем привет, друзья мои! Мы с вами идём в H&M. И как вы видите, больших красивых плакатов о том, что здесь идёт распродажа, распродажа, уже нет. У нас вообще очень быстро закончились все распродажи. Очень быстро закончилась распродажа в Ков. Почти уже подходит к концу распродажа в Заре. В H&M уже тоже всё. Ну, то есть есть ещё сейлы, вот такие вот большие рейлы с сейлами. Но больших объявлений о том, что распродажа, большая распродажа, уже нет. Поэтому мы будем сегодня делать обзор и примерять вещи из летней коллекции. На самом деле, август – это уже начало осенних коллекций. Красиво какое платье. Посмотрите, с каким красивым лифом. Единственное, что я не знаю. 60 долларов оно стоит. Вот как это всё будет сидеть. Ну, можно померить. Всё-таки не хочется ещё осеннего, правда же, девочки? Хочется ещё лето, потому что жарко. Хотя вон уже кофты всякие полосатые за 30 долларов всего лишь. Американских вообще 20. Можно сказать, даром. А такие симпатичные в полосочку. Там вот у входа был жилет такой на пуговичках тоже трикотажный. Вот джинсовая рубашечка за 45 долларов. Чё-то дороговато. А вот такие кофты ещё есть немножко с другой толщиной полоски. И это очень даже симпатично. Так, ну, тут ещё полно сейлов. Я, может быть, загляну в какие-нибудь джинсы-шорты. Но, наверное, мы уже будем обозревать. Обозревать новую коллекцию. 29 долларов кардиган. Вот такой вот на пуговичках золотых ввязанный в рубчик. Что тут за серьги? Не, ну, правда, они уже очень надоели, эти капли. Хотя я совсем недавно купила себе пустя. У меня до сих пор ещё их не было. Короче, есть эти кардиганы серые, белые и бордовые. И вот эти вот жилеты за 35 долларов. Тоже с золотыми пуговицами. И белые они только, по-моему, другого цвета я не вижу. В общем, много всяких жакетов. Много ещё до сих пор летних вещей красивых. Так, что у нас с этими, с лимончиками? Я всё ждала, что они выйдут на распродажу. Но что-то я ждала, ждала и не дождалась. А бедная девушка ждала его на берегу. Помните, прекрасный фильм? Какая юбка красивая. Ой, как же он назывался? Формула любви. С Абдуловым, Фарадой. По-моему, фильм Захарова, да? У нас должны быть все... У всех одинаковые воспоминания старых фильмов. Я их очень люблю в последнее время смотреть. Прямо с удовольствием смотрю всякие старые русские фильмы. Так, советские, вернее. Это ещё полусоветская эпоха. Смотрите, какое платье. За 50 долларов розовое. Всё в сборку. Но оно уж очень такое совсем нет. Я даже его... Даже не буду пытаться на себя натянуть. Вообще розового много. Все эти маечки. Вот такое платье. Мне кажется, мы его с вами примеряли. Вот это вот. Или, мне кажется, что-то похожее мы с вами мерили. Так, смотрите. Под Шанельку. За 60 долларов. Мне кажется, мы его мерили. Вот такие с золотыми пуговичками. Карманчики. Всё на золотых пуговицах. Мне кажется, что было уже у нас в репертуаре оно. Ну и тут же жакетик, конечно. Он же за 60 долларов. Тоже под Шанель. Букле. Пуговицы золотые. Карманчики, карманчики. Всё, как мы любим. А вот такая вот кофта за 35 долларов. Тоже с золотыми пуговицами. Вообще золотые пуговицы, по-моему, это такая центральная тема в H&M. Всё, всё пытаемся мы... Мы пытаемся под Шанельку всё закосить. Смотрите, шорты симпатичные какие, да? 35 долларов. Такие, знаете, тоже осенние такие, не летние шорты. И тот же жакетик тоже. Что-то мне уже как-то даже 60 баксов. Такой же точно, только без... Не из букле, а из обычной ткани сделан. Мне кажется, я пальцем закрываю камеру. Великий блогер. Так, платье, платье. Девочки, не знаю, что-то я затерялась-потерялась. Вот такое платье висит на витрине, на манекене, вернее. Вот оно есть. Вот оно есть. 45 баксов. Ну, ничего такое, но ничего особенного. Хочется... Так, распродажа. Чувствую, всё-таки меня сюда... Всё-таки я загляну, конечно, посмотрю, что у него здесь есть. Если что-то найду интересное, возьму в примерочную. Распродажи по-прежнему много. Лимончики по-прежнему висят без распродажи. Вот, смотрите, какой симпатичный тропик в шитьё. Нет, много ещё летних вещей, конечно. 29 долларов. 30. Много ещё летних вещей, конечно. Очень много. И, несмотря на то, что уже, конечно, появились свитера, всё равно, смотрите, какая красивая расцветка. Как красиво они её сделали. Такое платье на бретельках. Сарафан, по-нашему, по-русски называется. 85 долларов. С ума сошли. Даже не хочу смотреть на это безобразие. За такие цены вычлены. Причём, это какая-то не премиум коллекция, по-моему. Обычная. Вот есть такой же, очень похожий, по-моему, на сейли. Да, за 19 долларов, но он и стоил 30. Но он огромного размера. Так, короче, в сейл, сейл, если что-то найду интересное, то принесу вам, принесу, покажу с собой. Вот сарафаны за тридцатку, но они из очень тонкой ткани, совсем прямо тонкой. И есть ещё вот такая вот расцветка, шитьё. Жёлтые эти платья, что ли, взять, померить. Я давно вокруг него хожу, давно вам его показываю. Может быть, стоит взять его померить. Белое платье с рукавами-буфами. Невеста без места в стиле. И ещё одно белое платье. Непонятно что, как-то висит плохо, криво-косо. Вот это платье, кстати, я примеряла. Оно было очень на мне красиво. Мне оно очень понравилось. Посмотрите, если не видели, в одном из моих выпусков с Эчином. Но оно продолжает быть не на распродаже, поэтому я не буду на него останавливаться. Чёрное красивое платье, смотрите, с кружевами за 60 долларов. Вот из такой вот сжатой ткани. Девочки, всё, иду искать, что примерять. Встретимся с вами в примерочной. Да, вот эти вот лимончики, юбки, которые до сих пор у нас ещё всё висят. Ну и всё, вот такое вот всё летнее, то-таки красивое. В общем, всё, давайте я буду примерять что-то и встретимся в примерочной. Девочки, ну в примерочной у нас очень много одежды. Сегодня ещё час осталось там на ресепшн, потому что разрешают только 7 вещей. Сейчас будем примерять. Очень много вещей с распродажи, но всё-таки я принесла вот это жёлтое, вот это белое платье. Это из новой коллекции. Всё остальное, распродажи. Это премиум я нашла, линейку. Ну, в общем, всякое-всякое разное. В основном платье, немножко брюк, один туб. Я сегодня вот такая вот какая-то, извиняюсь, не карамельная, а какие-то какие-то цвета, как будто бы конфетные такие. Конфетно-жвачные цвета розовенькие, голубенькие, из цвета морской волны. В общем, всё это вместе вот такая вот. Вот так вот мне сегодня захотелось. Здесь кофточка опять из разряда бабушкина салфетка, которую связали вместе и сделали из неё кофточку. Очень старая, юбка тоже очень старая. Всё старьё. И люблю я вот эти вот меня в одном из видео, где я примеряла, сильно ругали за то, что люблю вот эти вот старые бабушкины салфетки. Да, люблю. Краши не всем идёт, я знаю, не всем подходит, но я очень люблю вот такие вещи. Это ещё из очень давних купленных. Сейчас в моде кроши. Оно было в моде 5 лет назад, 3 года назад. Я купила это года 4 назад, этот топ. И тогда они были в моде, и он у меня довисел, что они снова вошли в моду. И очень хорошо сочетается с этой ёмкой, мне кажется, по цветам. И босоножки в цвет пояс. Вот такая вот я сегодня вся координатед, color-координатед, как это называется. А, украшения. У меня вот такой вот... Это такой сейчас... Это такой сет, набор у меня из Kate Spade. Компания у нас такая, вот серьги и кулон. И чокер железный, металлический. А это я купила где-то в Америке, по-моему, в какой-то из наших поездок, потому что это дорогая компания очень, но там был outlet, и я вот купила вот этот вот. Очень симпатичный такой шарик с разными-разными кристалликами. И вот эти серёжки, по-моему, они используют Сваровский. Всё, давайте будем мерить, и начнём уже. Так, мне очень нравится этот топ. Единственное, что мне кажется, он какой-то мне большеватый. Хотя это размер смол. Он разносили. Ну, жалко. Потому что мне очень нравится вот такая перфорированная ткань. Чёрная. Здесь, кстати, есть подкладка на уровне груди, чтобы лифчик был не виден. А вот тут вот всё как бы в дырочках просвечивается. Но... 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 Но он мне как-то велико вот. Мне кажется, он должен быть вот так вот так вот. Как-то вот так вот так вот лежать. А не вот... Особенно в крови, как-то внешняя ткань. Или, мне кажется... Но дело в том, что он не стоит прям совсем 3 копейки. Он стоит в каких-то денег. Хоть он на распродажу, но тем не менее. Брюки серебряные. Вот такие джинсы чуть-чуть мне маловато. Это шестой размер. Мне они не нравятся. Мне они понравятся. Потому что что-то в кармане начинается. Очередная история. Сейчас я что-то найду в кармане. Может, лучше не вытаскивать кошельку? Ставлю. Фу. Не знаю, что это будет. Короче, брюки. Мне казалось, что они как-то будут лучше. А они какие-то как две металлические серебряные трубы какие-то. Вот так вот они выглядят. Вот так вот они выглядят. Не знаю, что-то мне в них... Что-то мне в них не хватает. Чего не пойму. В общем, не нравится. И топ нравится, но большой. Брюки и не нравятся, и маловато. Снимай. Снимай брюки. У меня есть еще один. Сейчас покажу. Так, эти брюки получены. Они мне великоваты. Это размер какой-то 12. Вот сейчас я вам скажу. Вот эти брюки размер американский шестой. Видите? А это 12, то есть 8, 10, 8, 10, 12. Смотри, размера больше, но на вид они чуть-чуть больше. Да, они мне свободные, они мне большие. А так брюки очень интересные. Нашито из такой приятной, как будто бы такой шелковистой ткани с хорошей такой обслуженной строчкой. Тоже на сейле, тоже с этим топом. Выглядит неплохо. Но все какой-то не по размеру. Мне одна девушка написала из... Я понимаю, что из лучших соображений. Как мне вас жалко. Вы все время примеряете. Нет, не так. Она мне написала, что вы все время... Из-за того, что вы все покупаете у нас в продаже, то вы все покупаете. Здесь маловато, здесь великовато. Я ей ответила. Хочу ответить еще раз. Дорогая девушка, я ничего не покупаю. Если вещь мне не подходит по размеру, я никогда не буду ее покупать. То, что я примеряю, не значит, что я ее покупаю. И даже на распродаже я не стану покупать вещь, которая мне в размер не подходит по размеру. Из всех вещей, которые я примеряю, я в лучшем случае покупаю одну. И то вообще, скорее всего, чаще всего вообще ничего не покупаю. То есть, как бы... Вы понимаете, да? Ну, просто потому, что за полную цену можно купить все эти вещи, но идея в том, что у меня полно одежды, и мне они не нужны. Я покупаю вещи, которые сочетают в себе три вещи. Во-первых, они мне подходят. Во-вторых, они мне нравятся. Не, во-первых, они мне нравятся. Во-вторых, они мне подходят по размеру. А в-третьих, у них хорошая цена, за которую вещь можно купить. Все. Все. Поэтому вот, все это снимаю и показываю вам этикетки, что почем и какой состав. Даже не знаю. Ну, покажи, наверное, какой состав. Ну, так. В общем, давайте раздеваться. Сейчас у нас пойдут платья. Беру кин. Вот эти вот. 100% хлопок. Я не знаю, как может быть хлопок. А вот это вот сверху, как будто какое-то напыление, что ли. На них откуда этот плеск. Но, тем не менее. Это американский 6-й, европейский 38-й. Стоили они американских 40. Наших, наверное, где-то 45-50. Сейчас они стоят 25 долларов. В общем, на них скидка полцены. Но мне они не очень нравятся. Так. Эти брюки тоже стоят 25 долларов. Сколько стоили, не знаю. У них 100% полиэстер. И это размер, видите, 12-й. Европейский 44-й. То есть у них три размера разницы. И вот они висят. Рядышком с другом. Вот, посмотрите. Вот начало пояса. И они чуть-чуть, вот буквально там вот на столечко больше. То есть как бы не совсем три размера. Брюки симпатичные. Ткани интересные. Но они мне большие. Так. Следующий. Вот этот топ. Мне тоже он очень нравится. И он весь из хлопка. И подкладка. Видите, у него здесь вот весь подкладка сверху. Черная. И сама ткань. Все из хлопка. 35 долларов он стоит. Стоил 70. То есть скидка хорошая. Это размер смол. Но он довольно большой. Вы видели на мне. Но вообще-то он очень красивый. Прям очень красивый. Брительки. В общем, все дела. Но он не великоват. Желтое платье. Совершенно прозрачное. Я понимаю, что под него нужно бежевое белье. Вот у меня бежевый лифчик. Он не виден. Черные, простите, труселя. Они видны. Но оно настолько прозрачное, что если вот встать на свет, то будет видно все. Все-все-все. То есть под него нужен подъюбник. Я это не люблю, потому что оно очень тонкое. Длинное, кстати, довольно. Но очень красивый цвет. И довольно красивый фасон. Вот этот вот фасон с плечей. Вот такой вот спущенный немножко. Это очень красиво. Здесь тоже надаля резинка. Я не знаю. Наверное, это не будет держаться. Будет вот так вот затираться. Как правило, вот эти вот резинки спущенных плечей, они, как правило, не держатся так. Когда вы его оденьте и выйдете в нем куда-то, оно раз, прыгнет у вас вот так вот. И будет выглядеть вот так. Что тоже неплохо. В принципе, неплохо. Но мне не нравится, что оно прозрачное. Оно очень легкое, очень тонкое. Но имеется в виду, значит, получается, под него надо какой-то подъемник надевать. А это не афута. Хотя цвет красивый, шикарный. Конечно, платье красивое. Причем они уже давно здесь висят. И, в общем, мелькают давно уже в меня видео. Я вам все их показывала. Вот, наконец-то, я сподобилась его примерить. В принципе, платье красивое. Конечно, выглядит это хорошо. Но очень прозрачное, очень тонкое. Но красиво. Видите, все-все просвечивается. Ну да, нужно, конечно, бежевые трусы. Простите, что я сегодня в черт. Не подумала. Так получилось. А сверху у меня бежевый, не комплект. Вот такая вот я девочка, которая носит. Извините, что попало. Не соблюдаю я комплекта в расцветках. Ну, простите уже меня. Так, состав этого платья хороший. 50% хлопок, 50% вискоза. Это был размер смол. Стоит оно канадских 60 долларов, американских 50. Вот такое вот платье. Хорошее, легкое, совсем легкое. Смол, видите, здесь за счет резинка. Ну, все смол я смогла надеть. Хорошо, красиво сделано. Оно очень светится. Ну, это можно решить. Это решаемо. Манжет на резинке. В принципе, состав хороший. Хлопок и вискоза. То есть, в принципе, оно, конечно, в нем не жарко. Но оно очень длинное. Но, как всегда, как всегда, все вытянуло. Утонуло, утонуло. Размер Larch. И оно мне, конечно, очень велико. Это платье такое на одно плечо. Здесь такой бант у него. Я давно видела здесь в магазине. Они давно висели. Они стоили довольно дорого. Сейчас стоят совсем дешево. Но размеров не осталось. Вот это вот Larch. Чудесное осталось. Это платье. И оно мне очень большое. Тем более, вот это вот здесь вот место, где нету плеча на одно плечо. И здесь оно просто с меня падает. Очень жарко. Очень красивый цвет. Ну, девочки, я бы, скорее всего, все равно его не купила. Потому что мне его некуда носить. Даже в отпуск я бы не стала его надевать. Это платье, знаете, на выпускной. Я не знаю. Какое-то очень такое торжественное событие. Это прямо такое вечернее платье. Ну, и в общем, просто принесла ради интереса. Потому что мне хотелось его примерить. Оно красивое. Но даже если оно не было по размеру, даже то, что оно стоит 25 долларов, я бы, скорее всего, не стала его покупать. Потому что мне правда его вообще некуда. Я еще какие-то такие нарядные вещи могу прикупить для отпуска. Но это тоже. Ну, для меня они очень тупачки. Плюс ко всему, оно очень легкое. Плюс синтетика. Подкладка из синтетики. Жарко. В общем, короче. Но интересный фасон. Красивый. Как будто я на Оскар собралась. Я ошиблась. Она стоит 35, не 25, а 30 долларов. Что тоже совсем мало. Потому что она стоит 77. Довольно дорого. То есть это размер large. И сейчас оно прямо очень дешевое. Ну, конечно, все полиэстер. Ну, в общем, бант красивый на плече такой. В общем, платье на красную ковровую дорожку. Вы знаете, мне очень нравится это белое платье. Но оно... В нем регулируются бретельки. Но выше мне их не надо поднимать. А сзади у него спина. Вырви. Его надо носить без лифчика. Для меня это не подходит. Не очень подходит, так скажем. Хотя белое очень красиво. Тоже немножко светится. Оно с подкладкой. Ну, под белое уж понятно, черное. Торсу нельзя. Но нужно бежевое. Вообще платье очень красивое. Красивый вот этот вот лиф. Мне оно очень нравится. Но у него уж очень низкий. Вы знаете, я сейчас попробую его без лифчика надеть. И посмотрю, как это выглядит. Может, не так страшно. Может, попробую сейчас. Ну, я не знаю. Видите, как он... Где у него... Где он заканчивается? Вот здесь вот бретелька. Так. В нем, значит, подкладка. 100% хлопок. Вверх 75 вискоза. И 25 полиэстер. Размер был минимум. Стоит он на 60 долларов. Наши канадские. Я не... Может быть, надо было меньше размер. Ну, в общем, да. Видите, вот бретельки у него регулируются. Платье неплохое. Но для другой фигуры и для молодых девочек, которые запросто могут ходить без лифчика. И у них, извините, уши с паниелем висят до пояса. Может быть, вы не видели это таким образом. Но я чувствовала это на себе. Поэтому нет. Нет, нет, нет. Так, смотрите. Это платье из премиум коллекции. Оно очень необычное. Оно немножко маловато. Это размер экстрасмол. Но оно было единственное в магазине. Видимо, кто-то сдал. Вот здесь вот оно мне маловато. Оно очень интересное. У нее юбка разной длины. Видите, с одной стороны короче, с другой стороны длиннее. Это все очень интересно сделано. Вот здесь вот видите такой запах. И то же самое сзади вот так. Здесь такой бантик завязывается. Интересный, красивый рукав. Очень хорошая такая плотная красивая ткань. Оно на сейле. Оно даже сейчас стоит не дешево. Стоило вообще дорого. Ну и оно мне мало. Хотя платье очень интересное. Но оно очень странное. Знаете, вот здесь вот оно... Когда я его брала, я посмотрела и подумала... Вот здесь вот оно явно такое широкое, большое. И здесь должно быть тоже. Но видите, здесь оно мне маловато. Конечно, это экстрасмол. Конечно. Но, допустим, был бы смол. Оно бы у меня было бы вот здесь в плечах велико. Ну, как всегда, все у меня. Вот. Немножко оно такое напоминает пьеро. И очень такое, знаете, с претензией, претенциозное платье. Вот эти манжеты. Вот эта юбка такая разнодлинная. Но интересно. Я люблю интересные вещи. В H&M их много. Из премиум линейки. Они очень редко в магазин. В основном, когда кто-то сдает. Вот это тоже явно сданное платье. Немножко дурацкое, я бы сказала. Но и очень на любителя. Потому что оно своеобразное. Да. Опять же, куда его носить такое? Вот эти рукава пьеро мне немножко так. И мне не очень нравится. Ну, короче. Нашла просто интересную вещь и решила планировать. Но никуда мне его что-то. Нечего с ним делать. Некуда носить. Банк вот этот. Рукава. Ну, прям точно. Я поэт. Зову себя Цветик. От меня вам балалайка. Что-то такое. Так, платье. Сто процентов переработанный полиэстер. Видите, это H&M Studio. Осень-зима 23-го года. То есть, это зимнее. Стоит оно. Стоило, вон, аж. 159, потом 129, потом 79. Сейчас. Размер Extra Small. Ну, полиэстеровое платье. Чуть так дорого. Я не знаю. Ну, это потому что вот эта линейка студия. Она считается у них как бы более премиальная. Хотя в премиальной линейке. У них очень много хороших натуральных тканей. А здесь нет. Здесь просто, ну, как бы такой дизайнерский фасон. Типа вот что-то такое. Ну, короче. Ткань такая интересная. Расцветка имею в виду. Ну, короче. Не туда-м и не сюда-м и стоит дорого. Так. Это тоже платье как бы с премиальной линейки. Размер Small. Оно мне совсем маленькое. Но, опять же, это сданное платье. И оно одно в магазине. Оно длинное. Интересная вот такая вот юбка с клиньями. Вставленными. Красивая ткань. Очень струящаяся. Интересная рука. Большой, очень вырез. Декорты. Оно мне мало, во-первых. Во-вторых, мне не нравится. Это очень черное. Это плохо, я как ворона в нем. Но, в принципе, не то, чтобы прямо мало-мало, в этом животе. И... Сейчас скажу состав. Тену, в общем, короче. Ну, не нравится. Не то, что не нравится. Ну, что-то не знаю. Что-то не то. Хотя юбка красивая очень. Ну, очень длинная. А подкорачивать вот это вот, вот это годы, это... Кажется, тут еще головня. Так. Он состоит из леоцела и немножко полиэстер. 61 леоцел, 13 полиэстер. Ой, оно такое пыльное. Я от него стала чихать. Как это на него аллергия. Так. Стоило оно целых 114 долларов. Потом 60. Сейчас 49, 99. И тоже что-то все это нащеркано. Подозреваю, что оно стоит дешевле. Размер смола. Оно мне все равно маленькое. И вот видите, вот эта этикетка, это обычно... Какая-то их более такая дорогая линейка. Красивая такая ткань. Знаете, немножко с таким матовым блеском. Красивая юбка, но... Нет, малое вообще не нравится. Так, маленькое белое платье. Вообще обычно маленькое черное платье. А здесь маленькое белое платье. Оно красиво сделано. У него здесь сделаны такие выточки в центре. Оно из такой немножко куклистой ткани. Забыла, как оно называется. Размер медиум. Здесь оно мне, как всегда, великовато. Здесь оно мне так очень-очень плотно обтягивает живое. Вы видите, да? Значит, было бы оно не белое. Этого было не так видно. Оно белым прямо, это явно видно. Коротенькое такое вот... А-ля такое шанелька тоже. Ну, вот, смотрите, видите? Это медиум. Что-то я попала между размерами вообще. У меня какая-то сейчас странная ситуация, что я... Верха у меня миди, у меня большой, а низы у меня миди, у меня маловато. В общем, это очень-очень неприятное дело. Ну, конечно, очень зависит от фасона. Вот такой фасончик облегающий здесь, хотя оно расклёшено внизу. Платье на подкладке. Платье тёплое, да, скорее всего, такое больше даже зимнее. Сверху нужно надевать какой-то жакет, или вниз какую-то там рубашку, или гольф, или что-то такое. Ну, такое. Так, стоит оно 30 долларов, стоило 75. Размер медиум. Всё полиэстер. Видите, вот такая вот буклированная ткань. Твит. Ну, не совсем твит, но, в общем, типа вот такого твида буклет. Цена хорошая. Фасон хороший. Размер не совсем мой. Ну, и вообще, ничего особенного. Хотя, платье приятное. Но оно зимнее. Я не хочу ничего зимнего пока ещё покупать. Хотя сейчас самое время. Перед началом осени сейчас самое время покупать зимние вещи, потому что скоро они будут в полную цену кудаваться. Так, продолжаем. Очень интересное платье, оно тоже мне великовато, потому что это размер large. Юбка такая, баллон. Чёрная. Красивый рукав. Красивая здесь драпировка. Она одно плечо. Но это размер large. И оно не велико, к сожалению. Хотя мне оно очень нравится. А здесь, если бы оно было вот такое, вот так, было бы в самый раз. Очень жалко. Решивать, конечно, я ничего не буду, ничего такого, но я люблю такие платья. Оно, конечно, очень такое, тоже нарядное, но не такое, как красное, вот то с бантом. Не на Оскар, а в принципе, куда угодно. Но мне вообще ничего не нужно. Я так хожу, развлекаюсь и вас развлекаю, девочки. Вы поймите, когда мне вешать, покупаю, не покупаю. Я в основном, мало что, редко покупаю. Такое, что покупаю, конечно, потому что мне ничего не надо. Выхожу я по магазинам для создания контента, для развлечения себя и вас. Вот так вот оно должно было быть. Ещё вот тут вот так вот утянуть. Размер меньше. И было бы... А так, конечно, длина хорошая тканя, очень короткая, очень длинная. Так, из натурального в нём 69 вискозов вверх платье. Всё остальное полиэстер, подкладка полиэстер. Стоило оно, видите, 75, а сейчас 25. То есть цена хорошая, но размер large. И оно невелико. А платье интересное, конечно. Необычное, интересное платье. А вы помните это платье? Я уже его примеряла один раз. Тогда у меня был какой-то очень большой размер. И оно мне было велико очень. А вот это... И мне очень понравился вот этот вот фасон такой вот, знаете. А вот это... В принципе, это мой размер. Но за счёт вот ткани тонкой, оно здесь очень облегает живот. И несмотря на складки и на заломы, вот эти все, оно всё равно всё отпечатывает. Если только утягиваю ещё какое-то бельё, носить на мне неохота. А так платье, конечно, красиво. Я второй раз его примеряю. Мне оно очень нравится. И вы, девчонки, очень заругали в прошлый раз, когда я примеряла. А мне нравится. Оно так подчёркивает фигуру красиво. Оно здесь такое широкое. Длинный рукав с манжетом. Вот так вот здесь всё по талии. Всё как-то вот так вот здесь собрано-присобрано. Оно с одной стороны короче, с другой стороны немножко подлиннее. Так, знаете... На выход. Красивый цвет, но нет. Тоже размер не мой. Здесь оно мне немножко великовато, а здесь вот... Ну, как всё. Как всё сегодня. Я не знаю, что происходит. Какие-то они очень неудачные примерки у меня в последнее время, девочки. Я не знаю. У меня какой-то... Какая-то странная история со мной происходит. Не знаю. Чё делать? Так, стоит оно 35 долларов. Сколько стоило, не помню. Размер медиум. Вот, видите, у меня какая-то проблема с размерами сейчас. Ну, всё-таки такой фасон интересный. Платье интересное, но не то. Не моё понятие. Так, девушки, записываю прощание. У меня в последнее время какая-то странная история со мной. Я забываю записывать прощание. Потом вставляю какой-то кусок видео и записываю озвучку вместо прощания. Дома уже находясь при монтаже. Старость подкрадывается незаметно. У меня какой-то склероз. Я меряю, меряю, меряю вещи. Потом забываю записать прощание. Я понимаю, что оно нам никому не нужно. Но для правильности и хорошего окончания видео надо, чтобы было начало, вводная часть, потом само содержание и потом заключение. Ну, так нас учили писать сочинения. Поэтому я считаю, что надо записать. Всё равно попрощаться. Неудобно как-то так обрывать на середине видео. Всё. Прощаюсь с вами, девочки. Сегодня ничего мне не понравилось. Я не знаю, что происходит. У меня в последнее время какой-то кризис жанра. Мне ничего не нравится. Всё, что я примеряю, мне не нравится. Не подходит. Некрасиво. По размеру не подходит. Мне ничего не надо. Просто я люблю показывать красивые, удачные, хорошие вещи вам. Потому что многие из вас их заказывают онлайн. Мне об этом пишут. Я очень рада, что я могу вам в этом помочь. А когда я ничего не нахожу интересного и красивого такого, чтобы на самом деле похвалить и порекомендовать, мне грустно. Потому что это впустую. Ну, как бы зря. Всё, что на мне сегодня надето, тысячу раз красивее, чем того, что я примеряла, как всегда. Я просто как конфетка-леденец в этих цветах и в этой одежде. Но это правда так. Как-то ничего нету. Или это магазин неудачный, или что. Не знаю. Всё. Всех люблю. С вами была Дита. Надеюсь, следующее видео у нас будет более интересным и более удачным. Всем пока. Бай-бай.